Петербургская полиция провела накануне президентских выборов масштабные учения по пресечению массовых беспорядков. В ходе учений протестующих изображали курсанты Академии МВД. Против них выступили Единым фронтом ОМОН, подразделения внутренних войск и отряд СОБОР. Кроме того, к учениям привлекли сотрудников ФСБ и МЧС. Как пояснили ПетерТВ наши источники в полиции, главная задача этих учений – наладить эффективное взаимодействие между разными федеральными полицейскими службами. В первой части учений полиция показала, как будет действовать против футбольных фанатов на стадионе Петровский. По легенде, фанаты устроили беспорядки на трибунах стадиона. Однако количество курсантов, изображающих фанатов, оказалось смехотворным морозом. Когда полиция видела висеть усмирять, выглядело это не очень убедительно. В реальности на стадионах соотношение сил между полицией и фанатами обратно. Также неубедительно смотрелась и вторая часть учений – разгон протестующих на прилегающих к стадиону территории. Полиция без труда рассекала небольшие группы курсантов, не оказывающих ни малейшего сопротивления. А затем людей по одному выдергивали из толпы небольшие мобильные группы ОМОНа и под смех публики доставляли в автозаки. Заметим, что такая тактика работает только тогда, когда на одного демонстранта приходится один полицейский. Когда количество протестующих исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч, толпа сметает любые полицейские цепи, если полиция не применяет оружие. Примечательно, что на февральских учениях в Петербурге полиция тренировалась без оружия. На аналогичных учениях в Ставрополье, Биробиджане, Тюменской области, Тамбове, Смоленске, Челябинске, Адыгее, Подмосковье и Карелии оружие также не использовалось.